Привет, друзья! Ещё один великолепный день у нас в конце марта. И вы знаете, хотела прям сегодня ехать куда-то в новое место. Думаю, поеду-ка я, может быть, в лес погуляю. Там тоже у нас чудесно замечательно. Я люблю лесные прогулки. А потом вот, что-то приехала сюда, в своё любимое аббатство. Я посмотрела, и для чего, как говорится, ехать в лес, когда вот он тут, такой же лес. Эти огромные вековые сосны, это уже не дубы, а сосны. И птицы опять поют, и чудная погода. У меня спрашивают по поводу продолжать какие-то уроки английского языка, какие-то до вас доносить вещи, которые, может быть, именно конкретно с носителями языка английского мы можем себе запомнить и научиться. Ну, вы знаете, во-первых, в связи с тем, что я сейчас очень мало общаюсь с англичанами после смерти мужа. Раньше я общалась очень много, а сейчас всё только вот как-то где-то на прогулках или в кафе, или очень редко, когда я встречаюсь с какими-то оставшимися из тех моих бывших знакомых английских. Это уже всё совсем не то, и поэтому, знаете, английский мой остановился, потому что надо его постоянно усовершенствовать, надо практиковать. Как только вы останавливаетесь, то вы не то что даже идёте, стоите на месте, а вы идёте назад. Вот, поэтому я не уверена, что что-то я могу, смотрю под ноги, извините, не уверена, что я что-то могу тут вам каких-то новых вещей преподнести. Но, вы знаете, вот даже интересная вещь, когда я на своём, вот, одном единственном видео по урокам английского языка я рассказывала, как французский здесь используется, и потом рассказала вот по поводу, конечно, вот этого вот слова, of course, конечно, и шо, конечно, как они употребляются по-разному. И, вы знаете, мне там написал один человек, который знает очень хорошо английский язык, который этим интересуется давно, и он даже говорит, что вы мне обратили моё внимание на интересную вещь, о которой я не задумывался, и я сейчас даже попробую всё это и для себя проанализировать. Ну, и, вы знаете, вот мне было даже вот это приятно, потому что получается, что я со своим весьма малым знанием английского языка, и то, в общем-то, видите, заметила какие-то вещи, которые, возможно, для тех, кто здесь не бывал и никогда не жил, выучил и знает английский язык по книгам и где-то по нашим русскоговорящим преподавателям, то вот они таких вещей не замечают. Ну, это большое отступление. А вот по поводу того, какие тут слова употребляются довольно часто, я хочу, знаете, что сказать, что я вот обратила внимание, что здесь у них, допустим, не бывает вот такого, что они говорят «есть». «Мы пошли поесть», «мы хотим есть». У них глагол «есть», «кушать», то есть он практически не употребляется. Они всегда говорят «we would like to take a meal», «I would like to take some coffee», «I would like to take some tea». То есть, понимаете, они не говорят, что я хочу покушать, они говорят, что взять немного еды, чашку кофе или чая. Вот это вот у них, так, я заметила, что вот этот глагол «есть» или «кушать», «eat», по-английски «eat», но они его практически не употребляют. Они говорят «take a meal» или «have a meal», то есть вот это первое. И потом второе, если там, допустим, мы можем сказать, что «ой, я наелся», «я сыт», что-то вот такое. У них это обозначает, знаете, какое выражение «I'm done». Как ни странно, когда где-то обедает какая-то семья английская, то вот они, закончив трапезу, кто-то закончит раньше, он скажет «I'm done», «я сделан». «I'm done», «do» – это «делать» глагол, да, «done». Вот они вот такой употребляют глагол «я сделан», «I'm done», то есть «я наелся». Ну, это для кого интересно. А еще я, знаете, что хотела вам рассказать? Вот как отношения англичан и американцев весьма странные. Для меня было очень это тоже странным открытием. Когда я помню одну такую историю, мы с моим мужем приехали в очередной раз туда, на Мэйнленд. Вот опять тоже я говорю на центральную землю Мэйнленд, ну, потому что это здесь так называется. Мы живем на острове, как вы знаете. А основная часть Англии, вот это вот английский остров Великобритания, он называется здесь по-английски «Мэйнленд». Тоже кто-то мне, помню, сделал замечание из моих очень умных, там, в кавычках, очень-очень умных тех, кто смотрит мои видео и делают мне замечания, порой сами в этом не особо разбираясь. И мне там тоже кто-то написал, как вы можете так тупить, типа, что вы говорите, что это большая земля на материке. На каком материке? Материке мы знаем все наперечет, и Англия это вовсе не материк. Но, как говорится, well done for you, потому что англичане называют Мэйнленд, как бы вам не хотелось. Мэйнленд это большая земля, а мы тут уже переначали давным-давно, говорим на материке. Так вот, о чем хочу сказать. Я помню, что мы поехали на материк с мужем, и там остановились в отеле. И вот однажды мы выходим из этого отеля, и в дверях сталкиваемся с женщиной, которая тоже в дверях с нами поравнялась. Мой муж шел впереди, она увидела, что джентльмен, как говорится, средних лет, и она решила сделать доброе дело. Она открыла перед ним дверь, его пропуская. Ну и он прошел, как обычно улыбаясь, и сказал thank you very much. И эта женщина ему ответила, you welcome. То есть вот это вот выражение, you welcome, вы, наверное, слышали, да? То есть, ну вы, если дословно переводить, то вы добро пожаловать, welcome. Но у них это иногда употребляется, как вот ответ на thank you. Вот, и что вы думаете? Я помню, я же не знать не знаю, что и как тут употребляют, кто употребляет, кто не употребляет. Английский язык весьма интересный в плане вот именно разговорных таких вот фраз. И мы выходим, идем дальше, и муж мой говорит, oh, bloody American woman. Во-первых, сразу поясню. Мой муж для меня был таким, знаете, джентльменом всегда. И вдруг он так заругался. А вот этот глагол bloody, ну то есть он произведен от слова blood, английское слово это кровь, blood. Вот, и bloody у них считается такое, знаете, что-то неприятное, если они хотят сказать. Насте тоже вот часто употребляется. Насте неприятное, они хорошее, плохое. Или вот bloody, как мой муж часто очень говорил. Bloody sings. И вот на людей. Ну и крайне редко, конечно, он так говорил, но говорил. Я почему запомнила, как вы понимаете, созвучно некоторым нашим словам русским, на ту же самую букву начиная, и практически немножко даже созвучно по произношению bloody, да? Вот. Но то есть оно, конечно, не конкретно имеется в виду, вот это вот то, что имеется в виду у нас. Но тоже плохое. Поэтому я запомнила очень легко вот эту фразу, вот это слово bloody. И вдруг он его говорит на эту женщину, которая ему открыла вежливо дверь. Я удивилась и спрашиваю, почему ты так? Что она тебе сделала? Из чего ты взял, что она американ? Она по-английски говорит, и она белокожая. Он говорит, а что ж тут непонятного? Она сказала, you welcome. А наши английские, англичане, английские люди, английские леди, они никогда не говорят you welcome. Это только американцы, bloody American. Вот. И я говорю, как, а что ваши тогда говорят? Он говорит, ну все что угодно. Могут сказать pleasure, могут сказать don't worry, могут сказать в ответ тоже thank you. Ну, то есть любое слово на ваше thank you. Значит, вот только не you welcome. Если отвечает you welcome, значит, это конкретно, bloody American. И я, в общем, опять была поражена, знаете. Ну, и я говорю, так а что, почему она такая нехорошая, bloody, как ты говоришь. Эта женщина, она, в общем-то, культурная, вежливая. Он сказал, ничего, все равно я этих янки терпеть не могу. И, в общем, что они за знайки такие. Вот, понимаете, для меня тогда было это такое открытие, откровение, что, оказывается, англичане в большинстве своем, они не любят американцев. Ну, и почему, не знаю. Может быть, потому что раньше рулила Англия, как вы знаете, да. Вот, и англичане везде все имели, весь мир у себя в кармане. А потом, значит, вот когда Америка раскрутилась, то тут Америка взяла все бразды правления в свои руки. И это англичанам очень не нравится. Они, конечно, это тщательно скрывают. Но, тем не менее, прорываются вот такие вещи. В частности, что и мой муж явно продемонстрировал. Bloody American people. Вот так, друзья. Ну, вот такой тоже небольшой экскурс вам в историю английскую. А вообще, вы знаете, что сказать про англичан? Они, как обычные люди везде, они чем не отличаются особо от других людей во всем мире. Очень много есть хорошего в этих людях. В частности, вы знаете, вот даже то, что они всегда вежливые, всегда улыбчивые. И даже, может быть, камень за пазухой. Но, знаете, это надо уже углубляться, чтобы понять, что они думают конкретно о тебе. Но то, что они никогда не говорят, это вслух. Никогда не показывают какое-то свое неприятие. Я считаю, что это, в общем-то, очень даже хорошо. Зачем вступать в какие-то конфликты вот так открыто, откровенно? Нет, они вот такие вот британцы. Но вообще, вы знаете, в большинстве люди очень позитивные и нормальные. Вот как-то такое мое мнение. Ну, а если уже говорить о конкретно людях, то и тоже много вам чего о них рассказывала. Всякие люди есть везде, как вы знаете. Вот на этом такой коротенький обзорчик я заканчиваю. Берегите себя, друзья. Всего вам доброго. Увидимся. Пока-пока.